Клиническое наблюдение В последующем взят анализ крови на ПСА, который был выше 60 нанограмм на миллилитры, и по данным МРТ малого таза, определялась опухоль простаты с экстропростатическим распространением и навозив семенные пузырьки, а также определялись множественные метастазы в регионарные лимфатические узлы максимальным размером до 45 мм. Объем простаты составлял 75 кубических сантиметров. Пациенту выполнена биопсия предстательной железы гистологически ацинарная аденокарцинома Глиссен-7, 4 плюс 3. Установлен диагноз рак предстательной железы 4 стадии. Из сопутствующих патологий у пациента была гипертоническая болезнь 2 стадии 2 риска. В 2018 год вопрос к нашим уважаемым экспертам, членам президиума. Какова дальнейшая тактика лечения у данного пациента? Не знаю, но я не буду оригинальным, я назначу гормональную терапию. Я думаю, что монотерапия. Пётр Владиславович, а гормонолучевая терапия такому больному? Да, в рамках современных клинических рекомендаций опция гормонолучевой терапии рассматривается. Учитывая исходные размеры предстательной железы безусловно, я бы предложил начать с гормональной терапии. Тем более, учитывая конгломераты лимфоузлов, региональных лимфатических узлов таза, что в надежде, в ожидаемой эффективности гормональной терапии уменьшение объёма опухолевой ткани и создание лучших предпосылок для проведения радикального курсового терапии. Сколько обычно вы проводите гормональную терапию, прежде чем начинаете лучевую? В данном случае у этого пациента, наверное, период гормонотерапии был бы более продолжительным, до 6 месяцев, я думаю, так, для того, чтобы добиться максимального эффекта уменьшения объёма перед лучевой терапией. Цестостомы поставили бы? Да. А, это я что-то не... Сначала нужно избавить от цестостомы, а потом уже решать вопрос о лучевой терапии. Но он избавится за полгода, скорее всего. Ну, вот так... Пациенту у нас в клинике была назначена гормональная терапия, это, в общем-то, была основной опцией в клинических рекомендациях 2018 года. Гормональную терапию проводили в течение 6 месяцев, и в динамике отмечается снижение уровня ПСА 65 до 1,4 нанограмм на миллилитр. Также уменьшение значимой опухоли в предстательной железе с уменьшением объёма простаты до 30 кубических сантиметров. И определяется единственный изменённый внутренний подвздошный лимфоузел справа размерами по короткой оси до 12 мм. Другие метастатические лимфоузлы, ну, по сути дела, нормализовались в размерах и частично в структуре. Вопрос снова к экспертам. Какова дальнейшая лечебность? А что с цистомой? Пока остаётся на данный момент. Очень молодой мужчина. Он не мочится, пережимается с цистомой? Пока на тот момент... Или он не пережимал? Не пережимал. Это плохо, надо пережимать всегда, тренироваться. Ну, здесь, мне кажется, можно рассмотреть и вариант лучевой терапии, и вариант даже хирургического лечения в рамках, ну, таких вот, исследовательских каких-то проектов. У нас такой был просто. Ну, сначала, наверное, ему тур надо сделать, чтобы он начал мочиться. Нет, естественно, если лучевую, а если простатоктемия, зачем тур? А если простатоктемия, нет. Если тур... А так? А вы предпочитаете сейчас... Потому что раньше лучевые терапевты некоторые предпочитали на фоне цистистомы. Вы сейчас все-таки предпочитаете сделать тур и получать. Вам не мешает тур дефект? Ну, да, совершенно верно. Тут два надо выбрать из двух зол меньше, и это сложно выбрать. Поэтому клиническая ситуация, сложный пациент. Ну, сложности после тур, проведения лучевой терапии, да, риски будут. Они повышены, риски развития осложнений, они имеют место быть. Да и с эпицистомой тоже. Если пациенту, с другой стороны, и удобно с эпицистомой ходить, он к ней привык, можно лучевой терапии и на фоне эпицистомы проводить. Потому что я знаю, что это раньше было условно абсолютно противопоказанием, и многие радиотерапевты отказывались проводить лечение на этом фоне. Но, с другой стороны, сейчас это является относительным противопоказанием. Поэтому, не знаю. Константин Андреевич, а можно у Вас тоже спросим? Вот я не зафиксировал. А в начале у него был какой объем? После шести месяцев карминальной терапии стал 30. 60. А, объем простаты? Да, объем простаты. До 30 уменьшился. До 30. Ну, так он наверняка размочится. Просто ему убрать, ему стому эту, и лучевую терапию провести нет. Я бы убрал стому и рекомендовал консультацию Петра Владиславовича. Да, и пациент у нас был обсужден на междисциплинарном онкологическом консилиуме. Учитывая молодой возраст, а также такой ответ на гормональную терапию, пациенту мы выполнили радикальную вопроскопическую простатоктомию с расширенной тазовой лимфодисекцией. И по гистологии получили ацинарную аденокарциному с лечебно-патоморфозом невыраженным, негативный хирургический край, и в трех лимфоузлах получили метастазы ацинарной аденокарциномы без признаков патоморфоза. Что делать с пациентом после получения вот такого гистологического исследования? Нужна ли какая-то дополнительная терапия? Честно говоря, вот ваше решение, есть статья прекрасная акселя как раз Хайденрайха о циторедуктивной простатоктомии у больных с метастазами. И там показано, что оперировать нужно тех, у кого, правда, там точка не 3 месяца, а 6 месяцев, по-моему, начало... 6 было. 6 было месяцев. Но вот снижение ПСА 1,4, Надир, это недостаточное снижение, на мой взгляд. Меньше одного. У кого должен быть ПСА, чтобы у пациента был хороший прогноз в отношении отдалённой выживаемости? Потому что медиана выживаемости полностью коррелирует с уровнем ПСА. Если он меньше, чем 0,1, то медиана выживаемости у этого пациента 57 месяцев. А если у него от 1 до 4, у этого пациента от 1 до 4, то медиана выживаемости у него уже, по-моему, 34 или там 36 месяцев. Поэтому, если ПСА не снижается ниже единицы, я бы не стал оперироваться. У нас тоже был протокол, вы же знаете прекрасно, Кирилл Михайлович его проводил. Мы брали больных, только у которых снижался меньше единицы ПСА. Это после неоадивантной химиогормональной терапии. Ну, какая разница? После неоадивантной терапии, да. Вопрос остался, да? Дальнейшая тактика. Да, и пациенту… Три метастаза мы должны… Да, и учитывая наличие метастаза в зоне региональных лимфоотоков и очень высокий риск прогрессии у данного пациента, провели дистанционную лучевую терапию суммарно очаговой дозы 7СГР и суммарно рекомендовали получение андрогенно-депривационной терапии до 2-3 лет у данного пациента. Петр Иславович, Вы как насчет лучевой терапии? Как прокомментируете? Ну, недостаточной информации. 70 ГРЭИ на ложе удаленной предстательной железы, а на лимфоузлы таза сколько? Какая доза была? По-моему, 50. 50. Ну, профилактическая доза достаточно. 70 ГРЭИ. По современным рекомендациям рекомендуют дозу не менее 64-64-70, но при 70 ГРЭИ все-таки высокая доза, и она подразумевает наличие какого-нибудь субстрата опухоли. То есть такие дозы обычно подводят при спасительной лучевой терапии, при локальном рецидиве. И доза 70-72 ГРЭИ при небольших размерах. Если рецидив уже достаточно большой, то в определенных ситуациях можно экстраполировать уже подходы и радикального курса лучевой терапии, и доведение доза до 74 ГРЭИ. Поэтому мне кажется, что доза на ложе удаленной предстательной железы немного завышена. Спасибо большое, что Вы это сказали. Это очень важно. У нас в Обнинске есть отделение лучевых повреждений, туда периодически попадают больные после адъювантной или, ну, да, адъювантная здесь лучевая терапия, где вот была такая доза, иногда 72 дают, даже умудряются, и со свящами. В дальнейшем пациент наблюдался с уровнем ПСА до марта 2020 года менее 1 сотой, и в марте 2020 года гормональная терапия была прекращена через 4 месяца уровень ПСА 6 тысячных. Еще через 5 месяцев уровень ПСА повысился до 2,3 нанограмм на миллилитр. Пациенту была выполнена позитронно-эмиссионная компьютерная томография с холином, и получены данные о наличии активной опухолевой ткани в единичных лимфатических параортальных лимфоузлах на уровне Л4, СУФ до 9, представленные на слайде. По сути дела, это уже отдаленные метастазы. Какова дальнейшая тактика? Что бы сделали? Только один очаг? Там два рядом расположенных лимфатических узла. Лучевая терапия на запрешенные лимфатические узлы выше. Но гормоны же были, на фоне гормонов уже прогрессировали. Нет, без гормонов. А, извините, еще, а тестостерон вы меряете вообще? Да, кастрационный все время, обязательно. Какой кастрационный, если он без гормонов? Когда пациент принимал? Сейчас-то не кастрационный. Сейчас нет, конечно, отменили же гормоны. Поэтому то, что предлагает Евгений Анатольевич, так называемая тестостеронаправленная терапия, конечно, имеет место в рамках клинических исследований. Но как стандарт, пока ее рекомендовать нельзя, учитывая, что накопление маленькое, литеции вы, наверное, тоже не будете. Тамар Мамук предлагает, да? Ну, слава Богу. Поэтому, конечно, АДТ плюс антиандрогены нового поколения. Сейчас, наверное, тоже бы назначили данную терапию. Но на тот момент мы провели дистанционную лучевую терапию на параортальной лимфатической узлы с самварно-чаговой дозой 70 грей на фоне короткого курса антиандрогенной терапии. Данный лимфатический узел, в ней разметка представлена на слайде. А вот у меня вопрос. Почему все время 70 грей? Я, к сожалению, не радиотерапевт. Достаточно сложно сказать. Петр Распиславович, почему все время 70 грей? Да, я могу прокомментировать. В принципе, если мы идем условно, извините за циничность, по экспериментальному пути, то, в принципе, я согласен с коллегами. И, Борис Кавлович, я учитываю то, что исходно пациент компрометирован по лимфоколлекторам, я бы также пошел, как и коллеги мои, с профилактическим обучением всей цепочки забрюшенных лимфоузлов с бустом на ПЭТ-позитивный лимфоузел. Почему 70 грей? В принципе, есть работа, показывающая, что именно для метастаза ракопрестательной железы в лимфатических узлах этой дозы достаточно для уничтожения опухолевых клеток. При контрольном уровне ПСА через 6 месяцев после облучения снизился с 2,3 до приблизительно 0,2 нанограмм на миллилитр. Признаков объективного прогрессирования у пациента не было выявлено. При контрольном обследовании и параортальные лимфатические узлы мы получили по ним полный ответ. Простите, пожалуйста, но Вы же комбинировали с андрогенной депривацией, да? Да, на фоне облучения 2 месяца, январь-февраль. К этому времени гормональная терапия была уже отменена. Еще через 4 месяца мы получили в двух исследованиях рост уровня ПСА 1,4-1,9 нанограмм на миллилитр. И по данным объективного обследования МРТ-малого таза с контрастом под КТ со 17-го ПСА был выявлен опухолевый узел в области наружных поддушных сосудов слева. Но это область внутреннего пахового кольца. Единичный очаг. Что дальше делать с этим пациентом? Ну, я не знаю, облучать, наверное, хватит, нет? Это надо смотреть карты. Вы плохо знаете лучевых терапевтов. Я знаю одного, который по 30-40 раз облучает. Хорошая потенция. Ну, может, мы перейдем к анализу на… Я к тому, что, раз уж вы пошли по такому пути, по метастазно-направленной терапии, здесь можно было бы тоже применить? Но это надо изучать. Ну, здесь по пересмотру первичного облучения малого таза эта зона входила в облучение, поэтому признали нецелесообразно. Тогда вы удаляете. И пациенту мы удалили данный метастатический очаг. Ну, основная цель была верификация этого метастаза и в последующем перспективе определение мутаций гена Хвашарар. Как новый полуклеток. Гистологически мы получили метастаз злокачественной мелкоклеточной, мелкокруглоклеточной опухоли. Заподозрили наличие нейроэндокринного компонента, провели уточняющие исследования. Нейроэндокринного компонента не было выявлено. И параллельно патоморфологи пересмотрели операционный материал. Патоморфоза, по сути дела, не было обнаружено. И гистология по сравнению с биопсией изменилась на ценарно-денокарцином ГЛИСН-9-7. В последующем пациент 2 месяца не получал терапию в связи с длительностью патоморфологического исследования, новогодними праздниками, и пациент болел новой коронавирусной инфекцией. За этот период времени ПСА оставался стабильной в районе 1,5 нанограмм на миллилитр. Пациенту повторили вновь ПЭТ-КТ с ПСМА и уже вывели рецидивы парактальной клетчатки и в зоне удаленного метастатического узла. Сейчас-то вы ему назначили комбинированную терапию, надеюсь? Назначили, конечно. Ну, слава богу. Вот, андроген-депровационную терапию и терапию препарата мензолутамид стандартной дозировки. При этом уровень ПСА у пациента в настоящий момент составляет 0,003 нанограмм на миллилитр, и по данным контрольного обследования у пациента не определяется каких-либо опухолевых очагов. Пациент с хорошей в настоящий момент, но медианной выживаемости превысил. Превысил 3-4 месяца. Но, может быть, Вы подарили ему несколько лет дополнительных жизней без развития кастрационной рефрактивности? Дай Бог, если так. Да, нет, но почему нет? Действительно, те исследования по метастатонаправленной терапии, которые идут, они показывают, что период домозначения ДТ увеличивается достоверно. Транслируется ли выживаемость, увеличение выживаемости, мы пока не знаем. Но будем надеяться. Спасибо большое. Интересный случай. Спасибо. 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 Спасибо.